Ну, получается, ожидание. Сейчас мы ждем, чтобы Коля подключился. Вот, я слышу голос. Все, 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 все. Вот, видишь, на самом таком моменте ты говорил о том, что ты простишь человека, который придет и честно себе скажет. Коля, извини. Я не могу остаться без зарплаты, или я не могу не сделать там это. Я, конечно, это понимаю, и я разделяю, я человек. Но когда остается в этом пафос, что ты сам виноват и такой-сякой, здесь, конечно, нет. Я примириваю. Есть вещи, которые я не понимаю. И дело в том, что если ты помнишь Данте хорошо, то самое страшное кольцо, девятое, это кольцо предателей. И самое страшное, вообще, нижний этаж, это поезд сатаны, да? В леденом стоит там сатана. И там мучаются Иуда, и Брут, и так далее. Те люди, которые предали учителя. Вот питательство учителя вообще самый тяжкий грех. И еще хотела поговорить о двойной морали. Вот моя любимая опера. Я знаю, что это твоя тоже любимая. Я ее знаю наизусть. Это Травиата Верди. Я ее просто слушал сто тысяч раз. Но меня всегда поражала трактовка. Все говорили, что Травиата падшая женщина, а вот ее полюбил аристократ. А я всегда думала, елки-палки, какой он к черту аристократ, если он жил за ее счет. Она продавала свои последние бриллианты, которые заработал потом и кровью, не будем говорить, уточнять как. А он вдруг говорит, как? Я не знал. И вот впервые я увидела геликон опера, сейчас поставили, и там его впервые показали Альфонсом. И папаша его тоже хорош, который, может быть, даже ухлестывал за ней когда-то. Но не в этом дело. Вот это вот двойная мораль, в которой вот нас воспитывают и говорят, что вот это плохо, а это хорошо. Вот как ты к этому относишься? Или, например, двойная мораль произведения, опять же, твоего любимого писателя Толстого, Анна Каренина. Вот скажи, пожалуйста, я слышала, что у тебя там Анна Каренина совсем не положительный герой. А вот кто у тебя там положительный герой? Каренин. Каренин. А нам как говорили? Какой ужас, он какой жуткий человек. Дело в том, что не надо путать советские догмы, которые нам обычно преподносили. Но мне здесь повезло очень с мамой, которая очень хорошо говорила о вещах. Еще очень давно, просто отрвяется моя первая опера, я обожаю музыку эту прежде всего. Конечно. Я подрос, я стал понимать, в чем дело. И я с мамой решил поговорить, а что ремесло-то у нее неуважаемое. Потому что в том, в котором я рос, я прекрасно понимал, что есть женщины полусвета, но их не очень уважают. Что есть альфонсы, это я тоже видел. И мне мама это объясняла. Их очень много вокруг нас тоже. Ты понимаешь, в чем дело? Очень часто люди идут на это. Но они же сами идут. Понимаешь? Что касается этой профессии, это одна из самых сложных профессий. Я вообще никого не осуждаю. И считаю, что это не должно быть. Я осуждаю тех, кто это делает, кто этим зарабатывает себе продвижение и так далее, и так далее, а играет монашку. Вот этих я не принимаю. Ну, если возвращаться в наш мир, вот мы смотрим твои цискорицы, да, хотела замечать. Вот спать с народным артистом и стать народным артистом – разные вещи. Прекрасно сказано. И вот тема впрямь и через постель. Меня постоянно спрашивают, можно ли стать телеведущей через постель. Ну, я на это отвечаю. Перечислять. Перечислять. Ну, я не буду перечислять. Но, а вот в балете, ведь всегда еще там, я не знаю, как... Только, Лена, на самом деле, есть и не дай бог. До нас дойдет вот это дело Ван Швейнштейна, да? Да, 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 да. В театре откроют рот. Так. Не дай бог. Его будут закрыть просто весь. Там рассадник этого. Рассадник, да? Ну, при том, что они, может быть... Отель, который предлагал один начальник снять и перевести всех, он что, предлагал действительно искусством заниматься? О чем-то? Всем было понятно, зачем это сделано, кто собирается оплачивать этот отель и для чего. Понимаешь? Значит, дело в том, что в нашей системе тогда я бы сейчас никогда не стал артистом. Почему? А слишком способный. А, понятно. Понятно. А я стал по способностям, понимаешь? Ну, вот хорошо. Вот сейчас какая-то прима. Прости меня, но я тебе, если мы с тобой возьмем список действующих лиц в Большом Театре, 99 процентов. Других нет. Да ладно? 99 процентов. И все все понимают, все все знают. Понимают, и главное, что нельзя поступить иначе, иначе тебя снесут. А если, кстати, как ты относишься к МИТУ? Вот то, что вот сейчас женщины выходят и говорят, там, меня заставили, там, за хорошую роль. Не верю. Не верю. Докажи. Докажи. Я не верю в одну вещь. Понимаешь? После того, как я прочитал Лолиту очень рано. Да. Очень подробно. Дело в том, что ты знаешь, да, что Набоков сам был человеком, который любил юных созданий. Себя описывал, да. Да, он описывал себя. Но он еще описывал тех, с кем он жил. Он знал это неплохо. Где-то с 12 лет все все понимают, и все на все идут сознательно. Не верю я. Ты не веришь в то, что заставляют актрису? Не верю. Вот если мне человек предоставит материалы, что ему угрожают или его заставляют, вот тогда поверю. А рассказам не верю никогда. Я рассказывал одной своей знакомой, я тебе еще раз повторю этот рассказ. Дело в том, что я, когда пришел в театр, я подружился со взрослыми артистками. И они познакомились с одной коллегой моей, замечательной девушкой, очень такой красивой. Она была в открытую любовница главного руководителя балета Большого театра. Все знали. Она ничего с этого не имела. Но мы с ней очень подружились. И она была постарше меня. И когда к руководителю приходили другие что-то выпрашивать, она приходила обычно ко мне. Она сидела со мной, мы пили чай, иногда смотрели кино. И когда освобождался руководитель, он звонил, когда не было мобильников, он звонил мне в номер и говорил, Коль, скажи, что типа зеленый свет. Мне тогда было мало лет, но когда я становился старше, потом, а я наутро знал, кто там был, что просил, в какой позе выпрашивали. И как-то в это время я постоянно слышал от тех, кто там бывал, что вот я была, меня склоняли, но я не согласилась, не согласился, и меня за это уважают, и теперь мне дали роль. Прости, нет. На днях в Большом театре одному моему выпускнику дали очень большое повышение. И всем понятно, по какой причине. Выпускнику? Ну, он у меня выпускался, он работает в театре. Я понимаю, правильно я поняла, что вот так же могут домогаться и мужчины. Дело не в домогательствах. Я же не только про домогательства. Есть же еще стукачки. А, понятно. Те, которые с большим удовольствием сбегают и принесут запрещенные препараты. И передадут. Понимаешь, потому вот эта мораль, вот этих я не уважаю. А те, кто честно приходит и говорит, моя цена 2,20 за час, это очень уважительная профессия, потому что это нелегкое ремесло. Вот, кстати, вот здесь не ссачкуешь. Это точно. Слушай, вот у нас на телевидении одни и те же лица. Тебя не раздражает, что вот этот вот голубой огонек, который идет уже 30 лет, ну, под ним я имею в виду людей. Состоянно. И то, что... Ну, да, но дело не в этом, а в том, что вот у нас поют тут фанеру. У нас какая-то такая халтура, прям чудовищная. И это никого не волнует. Вот даже... Ты не как раз фильм «Попса», где, Татьяна, посмотри, я очень тебя прошу и всем рекомендую. Это гениальное кино, гениальный сценарий и потрясающе играет Татьяна Яцекович-Васильева. Она там как раз про то, что people have it. И там одна девочка, которая думает, что она сейчас делает революцию в музыке, она начинающая. Она говорит автору песен, она говорит, вы эту глупость придумывали? Эту глупость слушают миллионы. Понятно? Дело в том, что не надо забывать, что есть продукт, он продается. И все. И все. Хорошо. Слушай, я знаю, что ты встречался с принцессой Дианой. Да. И у тебя даже замечательные фотографии есть в Инстаграме. Как ты думаешь, вот я была, кстати, в Америке в 97-м году, когда пришла эта новость чудовищная, что она погибла. И тут же странно разделился. Одни говорят, что ее затравили, семейка эта королевская. Другие говорят, что сама виновата, потому что она знала, на что шла. И поэтому потом не надо было жаловаться и рассказывать, что от нее требуют чего-то, чего она не могла дать. На твой взгляд, надо когда-то играть по правилам игры. Но это касается нас всех. Я очень часто с некоторыми своими знакомыми в Лондоне спорю о принцессе Диане. Дело в том, что я очень как бы к ней хорошо отношусь. Она мне очень вот понравилась, потому что когда я ее увидел, я не ожидал, что она настолько прекрасно вживую. Фотографии и видео не передают ее очарование. Это действительно была очаровательнейшая женщина. При этом, что она была огромная, она была очень высокая и очень крупная. Но ты понимаешь, что здесь есть? Вот есть такая женщина, Елизавета Вторая. Для меня это один из самых уважаемых образцов, но блесу ближе. Никогда эта женщина не сделала ничего поперек протокола. А ты представь себе ей 94 года, как ей хотелось. Муж гулял направо, налево. Дети вытворяли Бог знает, что сестра вывернулась наизнанку. Она никогда несет она этот крест с 53 года. Да, да. Тяжеленная работа, тяжеленная. И ни разу эта дама не дала прокол. Может быть, мне не все нравится, что она делает. Не внешне. Но есть правила игры. Это, как я всем объяснял. Пожалуйста, я делаю что угодно, начинается моя работа, не подходите. На мою дорогу не заходите, задавлю сразу. Котя, дядя, ребенок, то угодно. Ни в коем случае. Но есть, понимаешь, вот этот момент чести Мею, она поклялась на Библии. Она для меня безумно украшена. И, к сожалению, у принцессы Диана, будучи безумно красивой женщиной, попавшая в чудовищную ситуацию, она не выдержала. Но, будучи аристократкой, она девочка не с улицы, да? Конечно. Она не могла не знать правила игры, когда ее брали. В том плане, не в том, конечно, она могла не знать об этом треугольнике, в который она попала и в это испытание. Но не знать о том, что нельзя открывать рот, нельзя делать такие-то движения и заявления, это, конечно, очень... Она знала. Конечно, она знала. Ну, хорошо. Тем не менее, мы понимаем, что ее затравили, и это мой следующий вопрос. Как? К сожалению, средства массовой информации и ту травлю, которую перенес я... Вот я хотела перейти к травле. Как спасаться от травли? Вот этот буллинг, который может просто свести с ума. Сейчас тебе скажу, Лена, когда началось все это, и меня обвиняли бог знает в чем, я в первые дни прошел все проверки, и в первые дни следственный комитет, глава следственного комитета, он мне сказал, Николай, вас уже проверили до такого состояния, к вам никаких претензий нет и быть не может, и никогда не будет, спите, пожалуйста, спокойно, но он назвал сумму, которая заплачена за пиар. Да ты что? Конечно, с первого дня все все знали, он сказал, что, пожалуйста, единственный мой вам совет, если вы хотите себя спасти, выключите телевизор и не подходите ни к каким средствам массовой информации. Вот, Лена, с этого дня я не смотрю телевизор вообще. А судиться нельзя? Судиться нельзя? Это же хейтинг, правда? Ты знаешь, можно, но дело в том, что это очень сложное дело судиться, потому что, если там не написано, что господин Соскоридзе козел, нельзя, если написано, что источник в правительстве сказал то-то, то-то, судиться уже нельзя. Почему формулировки? Все дело в формулировке. Ты не забывай, что я юрист еще. Да, 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 да. Ты знаешь, как одна мамаша очень хорошо, я этим очень горжусь, когда она со мной судилась и неоднократно за отчисленного ребенка, она в какой-то момент закричала в суде, что Соскоридзе выиграл только потому, что у него правильно оформлены бумаги. Я ей просто сказал, а вы что думаете, я идиот, что ли? Ты, собственно, ради этого и пошел. учиться на юриста, что вообще потрясающе. Это, по-моему, немногие даже знают, что ты учился на юриста. Да. Скажи, пожалуйста, опять же, цискоризмы. Дочь, прачки и двух рабочих. Это твое... Но речь идет не о пренебрежении к социальному происхождению, я так понимаю, а о том, что просто у нас шариковые, все больше и больше, какая-то отрицательная селекция. Как ты это объясняешь? А я тебе скажу, просто дело в том, что шариковы стали руководить всеми основными очагами культуры. Почему такой низкий уровень везде? Почему такие скандалы? Почему такие разборки в каждом театре? Возьми, МХАТ такой, МХАТ секой, современник, Моссовета, Ленком. Ад происходит. Большой театр там вообще не утихает все, потому что... А шарика везде. Профессионалов-то нету. И второй момент. Мы никак не хотим понять, что нельзя держать людей до смерти в руководящих должностях, особенно в искусстве. Ну, нельзя. Категорически нельзя. Потому что смерть, это должно сменяться. И я не просто так, понимаешь? И раньше мне все говорили, вот ты так говоришь, слушай, ты молодой, слушай, я день в день встал и ушел. И сказал, вон, танцуйте. По сей день ищут того, кто может так. Не нашли. Это их правда. Но что нельзя, Лена, нельзя не думать, о чем завтра. Я понимаю, что я скоро уйду. Я приготовил двух премьеров. На сегодняшний день, и они много лет, два премьера Большого театра, это мои ученики, кого я вывел на эту роль, понимаешь? Потому что я отдавал им роли с удовольствием, потому что я понимал, я завтра не буду. А эти же сидят, слушай, цепляются. Посмотрите на этого руководителя, он же ничего не может, он не понимает ничего, у него катастрофа, все время полупустые залы. Я когда вижу все время полупустой зал в Большом театре, мне стыдно. Ты понимаешь? Дело в том, что правда, в кассе все продано, потому что и все знают, что на площади Большого театра стоит тысячи человек, у которых продают билеты. Все знают, все имеют их телефоны и делают вид, что этого ничего нету. А зал полупустой, потому что за эти деньги люди не в состоянии туда попасть. Подожди, но они же и паспорт уже теперь проверяют. Уже вот они как... Да умоляю, это все такое, знаешь... Понятно. Вот и летом, каждый руководитель за нашу с тобой жизнь, если ты поднимешь прессу, да, ты увидишь, приходя на эту должность, говорил две фразы, что он поднял Большой театр с колен и решил вопрос со спекулянтами. Да, 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 да. Те, которые стояли в моем детстве на этой площади, стоят по сей день. Я их всех знаю в лицо. Слушай, вот ты, вот твое амплуа, ты принц, ты аристократ. Вот для меня, например, в журналистике, это Володя Молчанов. Таких у нас больше нет. Это человек с прекрасной речью, с прекрасным образованием. Вот почему таких людей сейчас, ну, вот таких не делают? Ну, во-первых, так не учат. Ты вспомни, как учили вас, как вас отбирали. Во-вторых, ты вспомни дикторов советского телевидения. Я когда отвечаю Ангелину Вовк, просто она начинает разговаривать. Я замираю, красота языка необыкновенная. Кто сейчас говорит так по телевизору? Ну, а почему не требуют? Почему не требуют? Ну, и в балете тоже. People-то хавают. Вот это гениальная фраза. People-то хавают. А что, раньше в советское время не хавали? А какой отбор был? Люди писали сразу, ты хотя бы одна статья отрицательная в газете и карьера сломана. Это да. Не так ее сознательно, надо сказать, но прислушивались к мнению народа. Ну, ты смотри, даже вот, пожалуйста, Инстаграм. Я безумно, ты знаешь, я же был противник этого всего. Я безумно благодарен людям, которые вдруг стали интересоваться то, чем занимаюсь я. Потому что, когда мне стали просить остаться в Инстаграме, Лен, я сказал, я не буду писать про таланты, я не буду писать про... Я придумал такое. Вот я стал писать о людях, о событиях, которые меня в жизни удивили, которые в моей жизни явились какими-то... у тебя потрясающе интересный Инстаграм. Просто какая-то энциклопедия, столько всего нового, интересного и с таким вдохновением. Фантастика. Слушай, подожди. Ну, что людям, видимо, и знаешь, сколько я получаю писем, что вы глоток воздуха. Спасибо. Да, все правильно. Я не ожидал, честно, я правда не ожидал, Лена. Но кто-то должен это делать. Такой вопрос, я тороплюсь. Вот твой любимый поэт Эдуард Асадов писал, кто думает... Нет, кто умеет в будни быть счастливым, тот и прям счастливый человек. Это у меня вопрос по поводу как быть счастливым и бороться с депрессией. Вот у тебя, я читала в детстве, у тебя стакан был наполовину пустой. Правильно? Да. В детстве. Но это не депрессия. Он у меня пустой, потому что я все время знаю, я ничего не умею, я ничего не знаю, надо прочитать, я опять что-то не успел, я опять что-то не посмотрел, у меня куча книжек лежит у кровати, которые я не прочитал, потому он у меня все время полупустой. А что касается депрессии, да пошла она к чертовой бабушке. Я на их похоронах сам футер скручивал. на бис... О чем-то? А какая экспрессия, ты понимаешь? Ну, он так... Я понял очень хорошо, мама очень хорошо говорила, если я начинал на что-то жаловаться, меня пароли первым. Она говорит, носчику первый кнут. Ух ты! Ух ты! У меня правда пароли, никаких это, не выражений, у меня пароли. И я приучился, жаловаться нельзя, есть проблемы, реши. Ух ты! Сейчас у тебя, мама мне говорила, я что, культмассовый сектор тебя развлекать? Вон, возьми книгу, подиставь. Ух ты! Жестко! Так, мама, любимая. Да, у меня дома с мамой было так все очень это. Хотя она меня обожала и для меня делала все, что могла, но были вещи, когда жаловаться нельзя, когда ныть нельзя вообще. Ну, если, не дай бог, что-то болит, конечно, Это другое дело, да, да, конечно. Если это только не... Пальчик порезал, перевяжи. Понятно. Скажи, пожалуйста, вот последний вопрос, потому что там уже час у нас. Вот я всегда, и мне задают вопрос, как ты себя воспринимаешь? Ты русская? Ну, просто с черным цветом кожи. Ну, да, потому что они вроде как разговаривают, разговаривают, а потом так присмотрятся, и... Ой, извини. Вот. И как ты себя видишь, как грузин, который просто живет в России, ну, долгий год живет, конечно, думает на русском языке, и тем не менее грузин. Или как русский грузинского происхождения, там, с грузинскими корнями. Я все время говорю одну и ту же фразу, я ее случайно... Мне надо было держать ответную речь, мне еще было мало лет, и я тогда сказал, что я очень горд, в том, что я грузин по происхождению, что я россиянин по гражданству, и я русский артист. Ух ты! Ух ты! Я никогда не буду другим. Меня вырастила эта культура, меня научила всему эта культура, и я на сегодняшний день самый главный человек в русском классическом балете. От моего мнения зависит, какое будет образование в будущие 10 лет. Я даже, по-моему, две недели назад, что ли, назначен главой УМО. Это центр, который разрабатывает стандарты в образовании, в культуре, ну, в танцах. Ты понимаешь, потому не быть не то, что благодарным этой культуре, но, с другой стороны, я могу, конечно, мне тут делали плазма ФРС в прошлом году, шесть раз меняли кровь, я могу сказать, как Екатерина II, что вся моя грузинская кровь вытекла. Я весь состою из грузинского темперамента, конечно, твилистского, из твилистской аристократической части города, потому что я даже вот ощущаю, что я так вот не сделаю, я так не сяду, потому что люди, которые меня окружали, тогда никогда бы не позволили. Ты понимаешь, Лена, очень смешно, мама была беленькая, она была очень белокожая, у нее была фантастическая кожа, а я весь такой смугленький, и все время все шутили, у белой женщины черный ребенок. у нее черный ребенок. Потому что рядом с мамой я смотрелся очень, очень, вот, но я всегда хотел быть блондином, очень мне хотелось. Я стал сидеть, видишь, сколько у меня, я никогда не крашусь, никогда не красился, и не буду, потому что я думаю, ну, наконец, наконец, я уже посветил. Смеленький. Слушай, ну, вот тебе вот это вот все объединилось. И еще, вот самый последний вопрос, на мой взгляд, очень важный. Я знаю, что ты дружишь с людьми совершенно полярными. Вот, с одной стороны, ты, там, доверенное лицо Путина, с другой стороны, ты в свое время поддерживал Мединского, которого там по-разному люди разные относятся. И с третьей стороны, я слышала, что ты тепло отживался о Егоре Жукове, который представитель совсем полярной, попал. Мало того, я тебе скажу, я выдвинул его в этом году на Человека года GQ и очень хотел, чтобы он выиграл. А как у тебя это сочетается все? Ну, во-первых, Егор, я, как бы, никогда о нем не слышал, пока не начался скандал. Я не смотрю вот эти вещи все. Но, я послушал с ним интервью, когда он вышел из тюрьмы, и я был потрясен его русским языком, его количество знаний. Он прекрасный. Он мало того, что он красавец как персонаж, он классический, образованный, молодой человек. И для меня он пример, каким бы я хотел видеть моих учеников в плане количества знаний, увлеченности. Он, конечно, еще молодой человек, и очень часто судит, не зная, как бы, жизни. Но мне нравится его убежденность. Мне нравится в том, что он ошибается, он ошибается по... Что касается Владимира Владимировича, и почему я его доверенное лицо. Я много раз тоже говорил, господа, я с Путиным впервые, как бы, поручкался в 95-м году, когда он был вице-мэром, когда открывали фонтаны в Санкт-Петербурге, в Петербурге. Конечно, он меня не помнит. Ну как-то неладно, Коля, не кокетничай. Я и Люда Семеняка. встретились уже, он возглавлял кабинет у Бородина в 98-м или 99-м году. Ну и так далее. Как бы, у нас была история встреч, просто там 3-4 слова, и когда он уже стал президентом, очень много мы с ним пересекались, потому что я танцевал все госвизиты. из-за этого я постоянно был приглашен в Кремль на всевозможные банки. И правильно сказал, я самый титулованный артист в моем поколении. Это, конечно, а когда я стал ректором, и когда я стал работать, и в частности, я первый и единственный, кто создал филиал Академии, создал его во Владивостоке по поручению президента. Мало того, мне пришлось очень много с ним дискутировать, спорить, и какие-то вещи отстаивать, а многие же люди боятся с ним спорить. Естественно. Я тебе хочу сказать, что он меня поразил, что он, во-первых, меня всегда выслушивал, отвечал сообразно законодательству. Я, если бы не его пример, Лена, вот во мне последняя капля была, я пошел учиться на юриста, потому что меня потрясала в нем скорость ответа сообразно законодательству. Этого нельзя. Надо знать норму, потому что норма все равно важнее. Это принятый закон. Мы с тобой можем миллион раз сказать, что вот такой-то закон плохой, но мы обязаны ему подчиниться. Он принят. Я, может быть, он мне тоже не нравится, но я не имею права его не учитывать. Колю в депутаты, в депутаты. Коля, я пойду к тебе доверенным лицом абсолютно без вас, без знатой, с даром. Какой ты молодец. Ты внушаешь мне и тысячам твоих подписчиков такое вдохновение и веру, что еще не все потеряно. И вот твой этот запал, уверенность, что вот мы всех сделаем, ты просто... Права не сделать. Лена, я верю всегда, что добро победит. Ты веришь, да, что добро победит зло, да? Его льдышка в сердце растает. Обязательно. Просто другое дело, что она должна искать. Она должна искать. Если мы будем молчать, если мы будем смотреть, Большой театр гнить будет дальше. А я могу показать тебе фотографию, мне же каждый день кто-то что-то присылает, как там просто грибок, как стоят бедра, как течет все, как рывок и так далее. Понимаешь? Дело в том, что не надо путать хозяйство, а про творчество мы вообще, я молчу, за грани добра и зла. А я почему об этом все время говорю? Это мой театр. Я один из тех, кто является Большим театром. Потому мне не стыдно это сказать. До встречи в Большом театре. Все, спасибо. Спасибо, родной. Целую тебя. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова